И снова здравствуйте! Мы продолжаем наши эфиры на Укралайф ТВ. С нами на связи Александр Рар. Представлять его нет никакого смысла, поэтому, Александр, здравствуйте, очень рада вас видеть. Людмила, здравствуйте! Александр, ну, мы еще с вами говорили, когда там коронавирус, собственно говоря, только начинался, да, карантинные все эти меры. И выглядит так, что Германия достаточно успешно справилась с карантином и не только с карантином, но и, похоже, несколько усилился рейтинг и влияние Ангелы Меркель снова. Вот это так действительно есть или это нам так кажется из Украины? На сегодняшний день это абсолютно так. Вы стопроцентно правы, но на сегодняшний день. Поэтому давайте посмотрим, что происходит. Я думаю, что вирус короны, вообще этот кризис, он трехступенчатый. Первая ступенька, первый этап, это вот борьба с самой инфекцией, борьба с заболеванием от коронавируса, борьба за жизнь людей, особенно тех, которые находятся в группе риска. У нас средний возраст тех, которые умерли, их там 8 тысяч в Германии, 81 год. Но это группа риска. Плюс люди, которые имеют определенные болезни, касаются курящих и, скажем, толстых людей тоже. Вот есть расследования, обследования, которые ведутся, кто действительно может в этой группе риска находиться и нет. Значит, этих людей, которые, конечно, лечили, если на заболевали. Поэтому можно сказать, что вот первый этап Германия прошла лучше, чем многие другие страны. Особенно если посмотреть на Америку, где почти что 100 тысяч человек умерло, я думаю, будет больше. Значит, сейчас начинается второй этап и потом будет третий этап. И мне кажется, что второй и третий этап будут гораздо серьезнее и они гораздо опаснее. И они будут означать гораздо больше вызова для нас. Кстати, и для Украины тоже. Она тоже будет проходить все эти три ступеньки. Значит, первая ступенька – здоровье. Вторая ступенька – это экономика. Вот сейчас экономика во всех странах, в принципе, в достаточно разрушенном состоянии. Может, в одних странах сильно разрушена, в других менее сильно разрушена. Как страны будут бороться с этой проблемой и с этой, может быть, катастрофой? Это зависит, как они будут выходить из второго этого этапа кризиса. Германия сейчас делает то, что воспринимается в немецком народе, в обществе, как большое благо, но очень сильно критикуется экспертами. Германия выдает масса денег, не миллионы, а миллиарды, в принципе, на денежные подарки всем своим гражданам. Во-первых, конечно, чтобы их успокоить, чтобы вознаградить, как говорилось вчера здесь со словами министра экономики, за прекрасную дисциплину немецкому обществу во время последних трех месяцев карантина. И для того, чтобы людям просто раздают деньги, для того, чтобы они могли их тратить. И по теории вот это должно завести опять экономику. Я могу еще больше об этом говорить, с удовольствием буду, если будете меня спрашивать о разных мерах, которые здесь введены в Германии. Но сейчас ограничимся на том, что я хотел сказать, что вопросы все равно здесь есть. Во-первых, мы делаем долги. У Германии нет каких-то ресурсов, как в России или в Венецуэле, которая продает свои ресурсы, зарабатывает деньги и есть лишние деньги в казне. Здесь нету, здесь в опыте Германия или должна брать деньги налогоплательщиков, эти деньги фактически будут истрачены, плюс долги. Возникают другие проблемы. Кто эти деньги будет возвращать и каким образом? Ну, сейчас эксперты и политики, в принципе, говорят, это будет делать следующее поколение, то есть наши дети и наши внуки. Причем говорится, что это фаза выздоровления экономики, возвращения этих денег опять в правительство и будет длиться от 5 до 15, а может 20 лет. То есть Германия действительно в этом отношении попала в большую беду, но выходит из нее благодаря своих возможностей сегодня действительно эти деньги брать на рынках, в долг и тратить их. Возникает два вопроса из-за этого. Значит, что будет с другими странами, у которых вот таких возможностей нет? Италия, Испания, Греция? Можно, можно, следующий под вопрос, сразу же в этом контексте Италии и всех, о чем вы сейчас говорите. Вы знаете, Александр, вот то, что вы сейчас говорите, выглядит просто невероятным, потому что нам здесь из Украины кажется, что Германия очень богатая страна, которая делает огромные вливания финансовые в сам Евросоюз. Более того, она даже через Евросоюз финансирует другие страны, как там было, вот когда была у Греции проблема и все остальное. А получается, что все не так гладко выглядит? Она не делает с теми деньгами. Дело в том, если были бы деньги у Германии, чтобы это делать, пожалуйста. Но деньги берутся взаймы. И действительно, вот если продолжить, просто я коротко не хочу быть многословным, действительно... Нет, 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 интересно, вы продолжаете? Нет, перебивайте. Вопрос просто заключается в том, что нужно же восстанавливать всю Европу. И госпожа Меркель в первые два месяца действительно стояла на такой позиции, что мы ни в коем случае, сейчас мы не можем помогать другим. В первую очередь помогаем своим людям. Национальная, националистическая позиция. И она, кстати, была у всех государств. Все закрыли границу, все спасали самих себя. А потом Меркель и Макрон договорились, что нельзя не спасать Европу. Потому что именно Германия и Франция, это те страны, которые выигрывают от общей, от сильной Европы. Поэтому Меркель готова сейчас эти вливания тоже продолжать на европейском уровне. Но тут появились страны такие, как Австрия, как Дания, как Швеция. Сказали, нет, мы не хотим делиться деньгами наших налогоплательщиков с итальянцами, с греками, с португальцами. Потому что мы не знаем, на что эти деньги будут истрачены. Просто эти страны должны начинать жить скромно. А мы экономим, а они нет. Ну, этот спор в Европе уже 10 лет длится с финансового кризиса. Он сейчас будет ожесточаться, я уверен в этом. И поэтому все не так просто. Вопрос возникает, откуда в будущем брать деньги. А тут две возможности. Или через скрытую или такую легкую инфляцию. Это будет означать, что деньги будут печататься, но они будут обесценены со временем. У людей будет все меньше и меньше денег. За эти деньги можно будет все меньше и меньше купить. И это будут все люди чувствовать в нашем обществе. И о других проблемах, которые могут возникнуть, действительно, например, о следующий кризис. И тогда что? Мы сейчас говорим о том, что мы побороли самый большой кризис последних там 100 лет. А если повторится, если еще что-то будет, ну как мы будем спасать себя? Ну и потом нужно поговорить о третьем этапе. Третий этап коронавируса, он еще больше означает вызов. Это социальные потрясения. Это может быть режим change, который может произойти на базе недовольствия или демонстрации, или протестов, которые возникают. Люди не все будут довольны тем, как страны, правительства их будут выводить из кризиса. Вот посмотрите, вот в Африке, в Латинской Америке, в азиатских странах, там люди все-таки не настолько повержены во время первого этапа этого вируса. Не так много смертей, как в той же Америке, может в Западной Европе. Но социальные потрясения от просто разрушения этих экономических систем будет гораздо больше. Там я ожидаю действительно очень серьезные изменения. И вот после пройдения третьего этапа мы будем понимать, в каком мы новом мировом порядке, может быть, и в какой мы новой глобализации, и в каких новых взаимоотношениях, в каком мире мы будем жить после короны. Давайте теперь очень подробно, если позволите, поговорим и о втором, и о третьем этапе. Потому что реально очень интересно. Все-таки со второго. Вот об экономике. Вы говорили, что Германия применяла некоторые меры, которые могут быть очень интересны и приемлемы, может быть, для других стран. Не знаю. А может быть, наоборот, плохой какой-то опыт, который можно не перенимать. Не знаю. Вот если можно немножко об этих мерах. Потому что вот в Украине тоже своя особая история выхода из карантина, и она тоже непростая. Вы знаете, я вам честно скажу, что я не знаю, правильно ли немецкое правительство себя вело или нет. На сегодняшний день, кажется, все было сделано правильно. Но на завтрашний день может показать совсем другие результаты и другие анализы. Значит, мне кажется, что немцы сделали, немецкое правительство сделало правильно, что где-то начало рассеивать панику, предупреждать людей, что эта болезнь, это не грипп очередной, а действительно смертельно опасная болезнь для достаточно большого количества населения. И, конечно, начали показывать картинки Италии, как там просто люди умирают. А там, кстати, в этой католической стране нету крематорий. Заставляли же эти тела усопших сжигать. А там негде было сжигать, поэтому их ставили во дворе, и все эти гробы были постоянно показаны по телевидению. Это были жуткие картинки, и после этого, конечно, немецкое общество очень испугалось, и начали слушаться правительство. И правительство действительно правильно, в положительном смысле этим воспользовалось, что вела длительный карантин, который длился больше, чем два месяца. Но в то же самое время это не был такой карантин, который вели другие страны. Например, тот же Китай, где очень жестко агроментировали вообще выход людей из квартир. Я так слышу, что и в России, в некоторых городах были очень жесткие карантины. В Киеве тоже, во Франции, в Италии. Но у нас, в Германии, людям разрешали с семьей выходить фактически за двери квартиры. Мы гуляли по вечерам в парке с детьми. Парки не были закрыты или в лесу. Люди проходили, мы отходили в сторону. Но полиция проверяла, действительно. Когда было больше осозлащения людей, то их останавливали, проверили паспорта. То есть было все очень строго, но люди, 95% немцев, тогда поддержало именно эту политику мэр. Потому что люди боялись умереть, боялись заразиться. Но мне кажется, что... Да, и во-вторых, надо сказать, что, конечно, мы уже об этом говорили в вашей последней передаче. Я тут не хочу хвастаться, но мне все-таки всегда хочется подчеркнуть, что немцы правильно делали, что вкладывали последние десятилетия в их здравоохранительную систему. И она самая лучшая в мире. Но я думаю, что такую... Вы спрашиваете, что могут другие страны сделать в будущем? Поучиться или не поучиться в Германии? Я думаю, что такую систему, как Германия, выставить будет очень сложной, потому что она очень дорогостоящая. Вы спросите здесь нормального, так обыкновенного немца, причем даже и богатого, и средне-богатого, и бедного, сколько он в случае своей зарплаты должен выделять в обязательном порядке в эту страховку? Она у нас обязательная. Частично даже работодатель дает часть этих денег для обеспечения именно этой медицинской страховки. Это крупнейшие деньги. Ну, я скажу так, для среднего жителя Германии это 300-400 евро. Да, это... А зарплата у нас... Ежемесячно. Ежемесячно и в обязательном порядке. А ежемесячная зарплата там, вы знаете, чуть больше 2000 средняя зарплата. То есть вы это увидите, сколько было вложено за последние годы. И даже если человек не болеет, он должен вот эту страховку, медицинскую страховку иметь и в него деньги вкладывать. Вот. Поэтому сейчас, когда началась эта эпидемия, то очень быстро, конечно, немецкие больницы к этому настроились, переустроились. Тут в Берлине просто за несколько дней было снаружено две фактически новые больницы с койками, с этой технической аппаратуры. Для этого все деньги были. Плюс можно было поощрять медицинский персонал бонусами. Здесь по 1000 евро, здесь по 500 евро. Люди, которые действительно день и ночь работали, рисковали своей жизнью. Это могли немцы сделать. Вот итальянцы это сделать не смогли, и другие страны, по-видимому, тоже нет. А в Америке мы видим сейчас большая трагедия. Там очень много людей вообще без медицинской страховки. Их, правда, сейчас лечат, потому что это вопрос национальной гордости и национального спасения населения. Но люди, надо сказать, до этого никогда к врачу не ходили, потому что на это просто денег не хватало и не хотели это делать. А у нас, если ты уже плачешь столько денег в медицинскую страховку, ты, естественно, ходишь к врачу на профилактику. Получаешь все нужные привывки, получаешь все нужные лекарства. Здесь люди более здоровые, чем в других странах. Мне так кажется. И поэтому эта медицинская система здесь просто выдержала все эти самые вызовы и показала свою твердость, идееспособность. Но в то же самое время сейчас нужно заниматься вопросами экономики. Сейчас опять людей успокаивают, хотят приласкать, сказать, что все не так страшно, но вы тоже особенно не уходите из дома. И поэтому людей, можно так сказать, засыпывают, конечно, деньгами, которые где-то находят, для того, чтобы на нынешний момент всех успокоить, всех удовлетворить. Даже где-то людям дать деньги в руки, чтобы они начинали там покупать, ходить в магазины. Но в то же самое время, понимаете, тут такой конъюнктуры здесь не ожидается, потому что по-прежнему в магазин заходить сложно. Одевать даже маску, нужно остерегаться там чужих людей. Все-таки большие ограничения еще действуют. Поэтому я не думаю, что экономика так быстро может заработать. И многие эксперты говорят, что вот уже осенью вот все это почувствуется. Что почувствуется, что вечных подарков невозможно делать. И тогда Германия, а Германия к тому времени уже будет спасать, вынуждена будет спасать, чтобы остаться лидером Европы, другие европейские государства, которые в первую очередь и смотрят на немцев. И тут возникнут, конечно, дальнейшие финансовые вопросы, финансовые проблемы, которые нужно будет решать. И тут, мне кажется, и встанет тогда реальный вопрос, когда год пройдет после этого кризиса, в конце декабря, в начале января, можно будет уже с полной, скажем, искренностью, с уверенностью ответить на ваш вопрос. Правильно ли делало все немецкое правительство или совершало оно все-таки ошибки? Делали все государства все правильно? Правильно было закрывать общество, всех загонять в карантин и экономику посылать на каникулы на три месяца? Или надо было действовать скорее как такие страны, как Швеция или Белоруссия, которые, в принципе, ничего не закрывали? Где смертные случаи, конечно, были, но то очень много людей заразилось, и теперь являются многие иммуны против этой болезни, и экономика не настолько пострадала. Вот эти вопросы, ответы на эти вопросы мы все будем получать в конце года, когда мы пройдем вот именно первый и второй этап, может даже третий, вот этой ужасной пандемии. Александр, вот когда вы говорите о третьем этапе, это вот в социальном таком, в социальном кризисе таком, да, который возможен, который мы наблюдаем в Штатах. Потрясение по всем мире может быть. Потрясение, потрясение. Вы говорите вот о нем после того, как закончится вот этот год, вот когда все поймут, насколько повлиял сильно кризис на экономическую ситуацию. Или может быть это может быть так же быстро, как в Штатах. Вот в Штатах это же просто мгновенно, хотя Штаты тоже раздали огромную кучу денег на самом деле, правда ведь? Они напечатали и раздали очень много денег. Значит, все-таки я скажу, что Штаты, это не, они раздавали деньги, но не такие деньги, как в Германии, и все-таки американская система, она не социально-рыночная. Она, можно сказать, капиталистическая. В хорошие времена там люди прекрасно зарабатывают, прекрасно живут. В плохие времена появляются большие проблемы, когда государство не способно все-таки в социальном стиле, по социальным нужным меркам обеспечить своих граждан. В Германии пока, да, есть безработица, она поднимается, но на удивление слишком медленно. Почему? Потому что государство дает фирмам большое количество денег, так называемую, на короткую работу, курсарбайт называется, когда государство фактически может оставлять человека на работе, а деньги на зарплату этого человека. Правда, он не работает там, полный стаж приходит, может быть, или дома работает по 2 или 3 часа в день, но получает зарплату, которую работодатель получает от государства. Опять этот вопрос, как долго государство будет таким возможным обеспечивать людей и даже работодателей, да, фирмы, спасая фирмы. В Америке это же не происходит. И в Америке сейчас страшные цифры опубликуются от 30 миллионов, от 40 миллионов безработных. Правда, президент Трамп говорит, экономика опять заработает, они все опять будут работать. Но посмотрим, увидим, но пока это не так. Я думаю, что вот эти демонстрации, протесты, просто мародерство, которое происходит сейчас на многих улицах американских городов, они не только связаны с обвинением американских властей в расизме или полицейских в расизме, а то, что люди боятся, и они недовольны вот жизнью, это все взрывается сейчас наружу, и многие выходят и протестуют против того, что их жизнь резко ухудшается. И это я имею в виду под этой третьей стадии коронавируса. Такое будет повторяться и в других странах. Вот в Чиле мы видим, вот уже беспорядки начались уже давно. Я думаю, они будут во многих странах Латинской Америки, где таких быстрых улучшений или таких быстрых коротких денег, как в Германии, которые могут потушить первые пожары недовольства, нет. И в той же Германии, кстати, тоже есть уже протесты. Мир стал же действительно, можно сказать, в общем-то в 21 веке более свободным. Да, где-то есть авторитарные государства, где-то есть еще диктатуры, но в то же самое время, в первую очередь, люди живут свободно. И это чувствуется. Люди уже не боятся государства. Они готовы протестовать. Смотрите, что происходит в Гонконге. Ну, смотрите, я думаю, и в других странах люди будут выходить на улицу и требовать просто свои права. И правительство должно будет каким-то образом на это реагировать и отвечать. Одними материальными благами, я думаю, они не отделаются и не смогут удовлетворить нужды людей. Я думаю, что где-то, конечно, будет меняться и правительство, где-то какие-то лидеры будут исчезать. Но вы меня вначале спросили госпожи Мерк, ее популярность в марте была на 95%. Все ее поддерживали в апреле, когда ее популярность была 75%, уже пошли разговоры о том, что она должна остаться дальше на посту канцера. Но вот на днях она на немецком телевидении ясно сказала, что нет, ни в коем случае она после 21 года не останется на посту канцера. Не уговаривайте, не буду, ухожу. Поэтому она уйдет и она хочет уйти красиво. Может быть, сделать немцам вот именно эти прекрасные подарки денежные, чтобы она осталась бы действительно в хорошей памяти. Но я надеюсь, что, конечно, Германия будет находить у себя и политической воли, и экономические возможности выходить из кризиса. И, может быть, где-то тоже дать модель другим европейским странам, как это сделать. Александр, вот в начале кризиса, в начале пандемии этой, многие говорили о том, что страны будут закрываться, отдаляться друг от друга. И вот вы вначале хорошо говорили о том, что страны, которые побогаче в Европейском Союзе, уже не хотят платить за страны, которые победнее. Ну, потому что у самих проблемы. Вот как вы думаете, в ближайшее время мы увидим вот этот раздел, экономический раздел, скажем, между штатами Европой, между европейскими странами? Вот насколько мир становится таким, ну, если хотите, более разграниченным, более нестабильным, более, может быть, изолированным отдельные страны? Вот если даже посмотреть, то, что там в Штатах происходит, да, ведь в последнее время там Трамп пытался как-то вот отдалить Америку от Европейского Союза. Ну, как-то так у него получалось, да. Ну, наверное, это ему удалось. Ну, и что дальше? Вот почему нас интересует, почему для Украины это важно? Потому что Украина же вообще получается на каком-то раздорожье. Мы вообще сейчас просто не понимаем. Мы отпирались на Запад, мы ожидали, что Запад нам поможет. Классическая фраза, да. А может, у Запада и у самого не будет сил нам помогать? И что тогда? Что тогда делать вообще в этой ситуации? Ну, разумные вопросы, Мила. Но я все равно все-таки вначале все надеялись, и разумные эксперты, что мир станет добрее после коронавируса. И все друг другу будем помогать. И надежда умирает последней. Мне кажется, что все еще впереди. И, может быть, ну, большая семерка, видимо, вот сейчас так и не встретится при Трампе. Там ожидать о том, что она опять начнет играть какую-то роль, по-моему, ей это не суждено. Большая двадцатка тоже перессорена. Мне кажется, там громадные конфликты возникают между, в первую очередь, Америкой и китайцами. И Америка, конечно, будет подавлять и Россию, как своего там политического, геополитического соперника. Мне кажется, будут большие проблемы вообще между европейскими странами. Конечно, между севером, между югом. Вот о чем мы говорим. Мне кажется, что мир может стать не лучше, а даже хуже. Но Америка явно отступает от своего статуса лидера мира. Такого хорошего, доброго дяди Сэма, который где нужно подставляет плечо и помогает. Этого не будет. Америка будет вести себя достаточно эгоистично, спасать себя и заставлять других следовать ее национальным интересам. Я думаю, даже если Трамп не станет дальше президентом, вот этот курс продолжится. Европа, Европейский Союз потратит очень большое время, чтобы опять себя консолидировать. И мне кажется, он же не будет таким, как раньше. Потому что все-таки разногласия там большие. Сейчас, в отличие от последних 30 лет, появляются действительно альтернативные партии. И справа, и слева, которые будут тоже пытаться захватить или прийти к власти в той или другой стране. И мне просто, что касается Украины, я думаю, что расширение Европейского Союза просто невозможно сейчас. Просто нет этой воли для этого, нет денег, нет чувства солидарности. И Европейский Союз в ближайшие годы будет спасать себя и решать проблемы внутри своего собственного сообщества. Есть же не только конфликт между севером и югом Европы. Денежный конфликт. Есть конфликт ценностей между, скажем, Старым Западом и новыми странами Европейского Союза. Такими странами, как Польша и Венгрия, против которых санкции вводятся со стороны Брюсселя. Потому что они якобы топчут демократию ногами. Все это спорные вопросы, но они идеологизированные вопросы. Но они мешают Европейскому Союзу быть тем, каким Европейский Союз был 20-30 лет тому назад. Таким политическим союзом, где все вместе дружили. Все как-то пытались основать общие цели. Я думаю, что будет еще много потрясений, связанных с Китаем. Потому что Китай, ну мы это тоже говорили последний раз. Я думаю, что тут больше и больше аргументов в пользу вот этого тезиса можно выстроить. Что Китай действительно быстрее выходит из кризиса, чем другие страны. Там большие деньги. Там есть своя там стратегия. Не стратегия захвата мира. Но со стороны это может показаться, что Китай действительно хочет захватить мир. Насколько ему возможно. Китай очень сильно фактически занимает те ниши, которые американцы оставляют на Ближнем Востоке. То есть в Африке. В тех странах, которые раньше нуждались в помощи Америке. Сейчас ориентируются на Китай. Китай, конечно, будет для себя требовать все больше и больше. И в международных организациях будет для себя требовать повышения его статуса. Я думаю, что если так образно говорить, Китай будет поглощать. Поглощать через свою стратегию, стратегию этого самого шелкового пути. Фактически всю Центральную Азию. Его будут поддерживать другие азиатские государства. Потому что Китаю есть чем заплатить. И Китай не будет жестко никого колонизировать. Он будет предлагать свою схему. Ну и требовать определенное послушание от тех стран, которые будут введены в эту новую зону влияния Китая. И, кстати, тут большой вопрос для нас, европейцев, и для вас в Украине. Это что будет с Россией. Потому что Россия и Китай, конечно, сегодня являются не союзниками, но партнерами. Но Россия вынужденным образом. Потому что ее Европа отодвигает. И санкции существуют. Но тут многие говорят тоже, а выгодно ли европейцам, выгодно ли Америке, если вот Россия таким образом закроется, или ей закроют дверь в Европу, и она окажется глаз на глаз с Китаем. И тут все варианты возможны. Тот же Китай может поглотить и часть России своим влиянием. И тут возникает, нужно понимать, новая гигантская империя на востоке нашей планеты. Это Китай, не зная с чем ее сравнить, с новой римской империей, может быть, я не сравнил бы ее с Советским Союзом. Которая будет предлагать свои альтернативы, о которых мы только сейчас начинаем понимать, что они там оказывается есть. Это не только экономические, это и политические альтернативы, другие ценности, которые будут вводиться в обиход, в сознание людей. И тут может произойти действительно и такой мировоззренческий конфликт между вот именно либеральным Западом и Китаем, от которого будут страдатели, которые будут ослабевать там многие государства, которые будут in between, как говорится, между этими двумя государствами находиться. В всяком случае, мне кажется, что вот именно этот конфликт Запад-Россия, он скорее уйдет в сторону и даст место вот именно этому гораздо большему конфликту между Союзными Штатами Америки и Китаем. За превосходство, за владычество в нашем мире. Тут будут задействованы все технологии, все пропагандные машины. Китай, Америка будет требовать от европейцев абсолютной лояльности, чтобы мы в Европе покупали только американское производство, американский продукт, американский газ. А Китай будет требовать, конечно, тоже сотрудничества и будет его добиваться льготами, кредитами, которые американцы давать не могут. Тем же грекам, тем же болгарам, может, тем же сербам, потом тем же полякам, может, и немцам. Поэтому вот это нас ждет. Нас ждет действительно более конкретные изменения в мировом порядке, на что нам нужно все настраиваться. Значает ли это, что это проблема для единства Европейского Союза, потому что ведь часть стран может быть тогда ориентирована на Штаты, часть стран может быть ориентирована на Китай, например, да? И тогда это какой-то определенный выбор придется делать. Или нет? Или будет просто какое-то общее такое понимание стран Европейского Союза, куда двигаться? Я не знаю. Я думаю, что тут трудно делать вот однозначные какие-то выводы с сегодняшней позиции, потому что мы недостаточно знаем и много может еще произойти того, что мы даже не подозреваем. Но мне кажется, есть сейчас на сей день четыре страны, которые выходят более-менее благополучно из кризиса. Причем три главные. Это Китай в первую очередь. Потом, мне кажется, все-таки Америка начнет опять восстанавливать свою экономику, но будет действовать эгоистично. Ну и Германия внутри Европейского Союза. Можно назвать еще Южную Корею, но мне кажется, она пока не играет ту роль. Мне кажется, и нужно посмотреть, что там будет. Вот есть страны, я считаю, что те, которые владеют нужными ресурсами для поднятия экономик, которые сами что-то производят, они будут и впредь играть доминирующую роль в глобализации или в региональных рынках, которые заменят глобализацию, на которые будут ориентироваться. Я думаю, что, например, в Евразийском экономическом союзе, конечно, роль России здесь по-прежнему будет очень сильна, а в Европейском союзе роль Германии. Потому что, когда Англия вышла из Европейского союза, ничего на самом деле не произошло страшного. Выйдет Германия из Европейского союза или что-то произойдет между Германией и Европейским союзом, то Европейский союз не сможет больше существовать, как мне кажется. Поэтому тоже нужно понимать, что во многом зависит, конечно, от выхода Германии, от силы Германии после коронакризиса, что будет с этим Европейским союзом вообще. Но и вы правы, конечно, американцы будут давить. Мы же видим, как сейчас новые санкции вводятся из-за Северного потока-2. Причем ковбойскими методами немцам уже просто говорят, что ваши аргументы нас не интересуют. Мы будем сейчас санкции тоже проводить и вводить против европейских компаний, если нас слушаться не будут. То есть я не хочу, не будем сейчас, можно, конечно, о Северном потоке-2 долго говорить, но это просто пример того, что будет происходить и в других экономических областях, и в политических, и, может, в военных областях. Возьмем атомное оружие американцев, которое находится на территории Германии. Многие немцы хотят от него избавиться. Американцы говорят, нет, если вы откажетесь от нашего ядра оружия, ваша роль внутри НАТО будет понижена. Вот у американцев есть все эти рычаги, чтобы давить на Европу. Поэтому, чтобы быть немногословным, каким я, к сожалению, опять являюсь, я хочу сказать, мой мир такой, видение такого, Америка и Европа будут дальше каким-то существовать в плане блока. Все-таки, правда, не такого сильного, как на протяжении последних 30 лет. Но будут держаться как-то вместе, вынуждены держаться вместе. Будут евразийские и азиатские союзы, не блока, а союзы отдельных. Россия с Индией, Россия с Китаем, Китай с Южной Кореей может опять наладить отношения, с Японией и все другое. И вот там и арабский мир, конечно, будет приближаться больше к Китаю и к Евразии, чем к Западу. Вот это будут большие перетрубации в новом мировом порядке. И третья сторона, это я уже прямо описываю Орвеллский мир. Всем советую перечитать книгу. 1984 год. И в скобках скажу, что я пытался вот немножко тоже эти идеи Орвела как-то продвинуть в своей книге. 2054 год, который сейчас уже на русском языке вышел. Но я не хочу делать себе рекламу. Но в этом... Нет, почему? Вы же делали прекрасный интервью. В моем соображении о том, как мир в моей книге, я описываю вот этот мир в 1954 году, который будет выглядеть трехсторонним. Значит, сильная Америка, Европа, Евразийские союзы или Азиатские союзы. И новые тенденции, новая сила в Африке и в частях арабского мира. В те страны, которые сейчас, к сожалению, станут большими, получат большой проигрыш. Они проиграют в этой новой глобализации, в новом это устройстве. Они проиграют в экономическом плане. Там и вторая, и третья ступень коронавируса очень больно ударят по ним. Больше, чем первая. И там будет сильнейшая радикализация. Плоть до действительно режим change, смены политической идеологии. И вплоть до, я думаю, восхождения, конечно, не исламизации, а даже, я бы сказал, скорее вот такой в негативной форме исламского экстремизма. Как самозащита или как попытка сдерживать именно, или даже конфликтовать с Западом. Вот именно этот Орвальдский мир, мне кажется, он становится все более-более реальным перед нашими глазами. И коронавирус станет катализатором всех этих движений. А вот Украину куда вы поместите? Ну, Украина первая должна тоже сама себя спасать, как и ее там соседи. Все сейчас как-то спасают. Но я думаю сказать, что в Восточной Европе это мы потом будем изучать. Почему? Или там у людей другие гены, или по-другому их лечили на протяжении всей этой последней там 50 лет. Там нет таких повальных смертных случаев, как это было на севере Италии, в Испании, во Франции, в Великой Британии или в Америке. Но есть и причина. Вот посмотрим. Опять в конце года мы все будем умнее. Сейчас это все кажется ерундой. А через полгода, действительно, я читаю американские, английские, немецкие расследования, исследования врачей, ученых, которые действительно сейчас нашли определенный фактор в крови. Который можно сейчас уже установить. Он генетически созданный. Что одни люди действительно могут заболеть коронавирусом, а других он вообще не коснется. Понимаете? И вот тут можно будет посмотреть. Может, вот есть определенный этот фактор, играет роль в определенных населениях, в других он меньше играет роль. Не знаю. Я не хочу тоже говорить о том, о чем я просто понятия не имел. Но читать и интересоваться этим, мне кажется, нужно. Потому что он нам поможет потом лучше людей тестировать и понимать, как действительно оберегать тех, которые нужно оберегать в будущем. Это будет легче бороться с этим коронавирусом. Что касается Украины, вы, наверное, меня спросите тоже про эти самые Минские соглашения. Это тоже такая тема. Потому что недавно целая большая делегация Украины была здесь, в Берлине. Знаете, дайте мне сказать честно, если я мог бы поговорить с Еленским, я ему предложил бы следующее. Господин президент, предложите встречу Путину в Минске, в Кишиневе или в Алма-Ате, на нейтральной, более-менее нейтральной стране. Встретитесь с ним за два часа и выясните, как можно действовать дальше. Не обязательно там и не мириться, я не об этом говорю, а объяснить, как действовать дальше. Потому что я сейчас вижу, опять-таки, что эти Минские соглашения, они почему не действуют? Потому что слишком много интересов в них задействовано. Вот многим в Украине кажется, что нужно ориентироваться на Америку. Что Америка не хочет, чтобы немцы и французы довели бы Минские соглашения до какого-то победоносства конца. Чтобы в конце концов, может Россия где-то там оказалась бы даже в более выгодочном положении. Так одни считают. Другие считают, что Германия и Франция слишком играют на стороне Украины и не слушают российские доводы. А нужно было бы опять стремиться все-таки вернуться от этой концепции построения общей Европы от Атлантического океана до Тихого океана. Ну, в принципе, не такая уж плохая идея, потому что там все могут создать новые для себя не зоны безопасности, а понятия безопасности. Но Меркель сказала вот недавно, что она не верит больше в партнерство с Россией. Она будет с Россией вести политику этого сосуществования. Ну, это терминология холодной войны. Одни это поддерживают, другие говорят, ну, таким образом закрываются все пути для дальнейшей дипломатии. Видите, есть слишком много вопросов и не все однозначно. Есть одни силы, которые так, другие так. Ну, и что я хочу сказать, что вот в Минске и в нормандском формате, и в минских отношениях, может быть, действительно, мы все зашли в тупик. Потому что Украина надеется на слишком многих актеров со стороны, которые не могут, на самом деле, помочь Украине. И эти актеры играют, может, свою, может быть, сомнительную роль в этом всем, тоже свои геополитические интересы выдвигают таким образом. Поэтому, мне кажется, ну, в истории всегда так было. Поговорить и, может, после этого разойтись еще в более вражеской атмосфере. А, может быть, создать там какой-то план действия, помимо обмена пленных, который уже хорошо. Для того, чтобы где-то все-таки вырулить опять на особенного времена коронавируса. Мне кажется, Донбасс восстанавливать нужно будет всеми силами. Вот немцы предлагают уже там свою помощь. Украина готова. Я думаю, и Россия, естественно, и будет тоже. Поэтому здесь нужно найти какую-то форму стабилизационного пакта, какой тоже находится для других государств, такие как Афганистан. Правда, он там провалился. Для Ливии тоже провалился. Ну, может быть, где-то этот самый стабилизационный пакт. Можно будет таким образом придумать, чтобы взаимными усилиями где-то что-то опять поправить и выстроить. Самое главное, мы говорим же не о каких-то геополитических территориях, которые там были получены или которые подконтрольными. Нужно думать о людях, которые там живут. Вот в первую очередь о людях, которые сейчас во время коронавируса, я думаю, в таких ситуациях еще больше страдают, чем раньше. Во время своей прес-конференции Владимир Зеленский говорил о том, что он тоже считает, что нужен особый переговорный трек, помимо местных соглашений, и он говорил, что это переговоры с Владимиром Путином. Многие украинские эксперты задавали встречный вопрос. А Путину это зачем? Вот зачем Путину говорить с Зеленским? Потому что у нас складывается впечатление, что для Путина важно говорить об Украине в контексте своих интересов больших. Имеется в виду общих каких-то мировых геополитических раскладов. Вот там торговаться с Трампом, чтобы что? Торговаться с Евросоюзом, чтобы что? И вот вы справедливо заметили, что слишком много намешано здесь интересов. И зачем Путину? А вы не думаете, что все-таки Путину и российской стороне хочется решить вопрос Донбасса? Ну, где там сейчас вопрос? Не знаю. Россия не стоит. Ну, все, это дорогостоящий проект. Людям там все хуже и хуже. Нужно каким-то образом решить это все. И мне кажется, что вот встреча глаз на глаз... Я же говорю еще раз. Это неправильно, когда вот такая встреча рассматривается как путь какой-то там капитуляции с той или с другой стороны. Не обязательно. Это путь, ну и не к вражде. Это путь выяснения определенных отношений. Может быть, в разговоре глаз на глаз Путин и Зеленский лучше поймут интересы друг друга. Что надо делать? Вопрос с Крымом. Вопрос именно с непризнанными республиями. Как распутать вот эту самую ситуацию? Может быть, через какое-то взаимовыгодное экономическое... Я не хочу говорить, что тут Украину каким-то образом можно будет где-то почить или в чем-то что-то сделать. Но где-то через взаимовыгодные какие-то экономические сделки или работу где-то можно опять, может быть, выйти на какой-то конструктивный диалог. Можно... Я думаю, что пусть Зеленский и Путин поговорят именно в вопросе НАТО. Я думаю, что честнее будет, если Зеленский с Путиным будет говорить на тему, почему часть украинской теперь элиты пытаются опять войти через заднюю дверь в НАТО. Хотя, мне кажется, в Европейском Союзе... Может, Америка это хочет, в Европейском Союзе для этого не будет никакой поддержки, потому что никто не хочет новых усилений конфликтов на Восточной Европе. Американцы, может, хотят, европейцы нет. Но этот вопрос, может быть, решить или обговорить каким-то образом. Может быть, эта встреча закончится просто ничем. Ну, мы же помним, как были встречи между... Я помню, я-то... Ну, не помню, но я в истории изучал классические такие встречи, которые ни к чему не провели, но должны были состояться. Как между Хрущевым и Кеннеди, например, тогда в Вене, после избрания молодого Кеннеди во главу американского государства. Все равно приводит к тому, что хотя бы создается какой-то красный телефон, красная линия, по которому можно будет позвонить, чтобы какие-то военные вопросы, военных конфликтов решить быстрее. Но, может, все это самое не нужно. Может, это все уже, может, даже и существует через какие-то тайные каналы, о чем я, конечно, не знаю. Но я не об этом сейчас. Я о том, что... Я думаю, в интересах всех, чтобы процесс двинулся, чтобы была бы какая-то ясность, что будет с Донбассом. Или это будет замороженный конфликт, как в Приднестровье, или будет какое-то совместное восстановление этого региона. Или, 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 или. Или будет новый конфликт при каком-то вступлении Украины в НАТО. Вот мне кажется, что, опять повторяюсь, что нормандская четверка и минские соглашения считаются безальтернативными. Но мне кажется, что если немцы встречаются с украинской стороной, с российской стороной глаз на глаз, или немцы с французами обсуждают без украинцев и без россиян вот эту самую проблематику, то почему вот именно Россия и не Украина попытаются тоже вот включиться в этот общий диалог или триалог или квадролог для того, чтобы, не знаю, может быть, свои позиции выяснить и где-то что-то, ну, сделать или понять для себя. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли для нас время. Мы очень рады были вас видеть. Спасибо вам. Не болейте, как всегда. Да, спасибо, да. Теперь это главное пожелание для всех. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу напомнить, что Александр Рар был с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Вы оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ